Благодаря победе, одержанной в мае 45-го, мы сейчас дышим. И это не просто фигуры речи. Геноцид и порабощение. Такое будущее было уготовано жителям Советского Союза по гитлеровскому плану ОСТ. Почти у каждого человека в нашей стране есть среди родственников участники той войны. Поэтому для большинства из нас память о ней живая. Наши дедушки и бабушки, отцы и матери трудились в тылу и сражались на фронте, приближая тот великий день. Мы помним героев Великой Отечественной, чтим их память. Они подарили нам жизнь. И не только нам. Но давайте сегодня честно ответим себе на такой вопрос. Что стало со страной, которую наши предки 75 лет назад защитили от врага? В 91-м году мы, граждане советских республик, в одночасье стали друг для друга иностранцами. СССР был расчленен. Всюду на постсоветском пространстве общенародную собственность прибрал к рукам возродившийся класс буржуазии. А дети, внуки и правнуки победителей теперь горбатятся на отечественных и зарубежных капиталистов. Снова, как в царской России, достоинство человека определяется размером его кошелька и социальным положением. Бесправие людей труда, всевластие крупного капитала, безработица, бездомность, долговая кабала, бедность работающего человека и нищета пенсионеров теперь обыденность. С каждым днем все более недоступной для рядовых тружеников становится медицинская помощь, а для их детей образование. Последовательно ликвидируются считавшиеся незыблемыми социальные гарантии. Разрушена большая часть советской промышленности. Уничтожены колхозы. В упадке некогда великая наука. Мы уже привыкли к непрерывной деградации культуры и образования. Не удивляемся непрекращающемуся падению нравов. Обычными для нас явлениями стали проституция и наркомания. Смирились мы и с небывалым вымиранием собственного народа. Наша страна превратилась в сырьевой придаток мировой капиталистической экономики, беззащитной перед бурями кризисов. Трудящиеся стали вечными заложниками эксплуататоров и спекулянтов всех мастей. Миллионы жителей постсоветского пространства были вынуждены стать гастарбайтерами. Президенты новообразованных государств регулярно обещают своим гражданам процветание и достаток. Но эти обещания давно уже стали фарсом. Богачи становятся только богатые. Для бедных увеличиваются лишь траты на жизнь, поборы, допенсионный возраст. Мы получили многочисленные военные конфликты на своей территории. На земле Донбасса, когда-то обильно политой кровью бойцов Красной Армии, теперь убивают друг друга бывшие советские граждане. Убивают за интересы украинских, российских и западных буржуев. А судьбы наших людей теперь вершат ставленники американских, французских и немецких капиталистов. Словно европейские колонизаторы, они по-хозяйски разбирают дела отсталых дикарей. Все, против чего боролся советский народ, стало нашей ежедневной реальностью. Неужели за такое будущее бился советский солдат? Что мы празднуем, если почти все результаты той победы сведены на нет? Что отмечаем, маршируя мимо задрапированного мавзолея и методично втаптывая в грязь историю своей родины? У нашего народа отняты не только плоды той великой победы. Переписывается и весь ее смысл. Великая Отечественная была для советского народа войной с капиталом. В той войне капитал снял с себя маску цивилизованности и обнажил свою истинную личину. Личину безжалостного убийцы и грабителя. И выстояли граждане СССР, потому что общность советских людей оказалась сильнее солидаризма гитлеровских преступников. Сильнее во всех смыслах – в экономическом, военном и в моральном. Подобная общность не могла появиться при капитализме. Никакого настоящего единства в обществе, разделенном на господ и холопов, быть не может. В стране советов люди друг для друга были товарищами, и экономика Советского Союза работала на решение насущных задач общества, а не на обогащение горстки капиталистов. В этом и заключался главный секрет той победы. Но постсоветской буржуазии – это правда словно кость в горле. Поэтому и сводится тема победы в Великой Отечественной войне к экзальтированному почитанию героических предков, к разговорам о защите родной почвы и к помпе военных парадов. Вопросы социальные, политические, классовые при этом обходятся стороной. А то и вовсе делаются абсурдные заявления. Победили вопреки верховному главнокомандующим, вопреки советской системе. Видимо, победили и вопреки законам физики, вопреки советским заводам, колхозам, армии, флоту и авиации. Надеяться на то, что правящий класс РФ и других постсоветских стран будет когда-нибудь по-настоящему защищать советскую историю бессмысленно. Не нужно питать никаких иллюзий по этому поводу. Пока у власти находятся капиталисты, будут безнаказанно маршировать эсэсовцы с лесными братьями в Прибалтике и ветераны УПА на Украине. То тут, то там снесут еще не один мемориал павшим советским воинам. А МИД РФ каждый раз будет дежурно выражать обеспокоенность или возмущение действиями зарубежных партнеров. Кстати, чем снос памятника маршалу Коневу в Чехии хуже установки мемориальной доски Маннергейму в городе, пережившем блокаду? И в какой стране попытались реабилитировать нацистских коллаборационистов Краснова и Шкуро. Не напомните? Надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову. Переписывание истории, унижение и очернение образа советского воина на теле и киноэкране не прекратятся. Киноделы будут и дальше мазать грязью и советского солдата, и советское государство. Уже давно буржуазная пропаганда на Западе ставит знак равенства между СССР и Третьим Рейхом. Так и нацистов когда-нибудь реабилитируют, официально присвоив им звание главных защитников свободной Европы от большевизма. Невозможно сберечь историческую правду о той войне в обществе, где правит капитал. В таком обществе эту память рано или поздно растопчут. Учебники истории окончательно перепишут, а подрастающие поколения перестанут знать и понимать, что тогда происходило. Да и сами бывшие республики СССР будут окончательно растерзаны империалистическими хищниками и раздавлены рыночным катком. Под властью олигархов, под пятой капитала, наша Родина обречена. Как и сто лет назад, есть только один путь спасения от катастрофы. Установление общественной формы собственности на средства производства и переход всей полноты власти в руки рабочего класса, в руки трудящихся. Другой дороги нет. Начавшийся глобальный экономический кризис каждый день нас в этом убеждает. Впереди у нас большие испытания. Не нужно быть пророком, чтобы их предвидеть. Наши отцы, деды и прадеды свою главную битву в классовой борьбе выиграли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова